Привет, друзья! Сегодня мы снова на рыбалке в лодке. Время пол седьмого. Половим до вечера, часика до десяти, до одиннадцати. Вот. Взяли квок, потому что видели сама. Ну и еще те квочатники, но... Вроде что-то получается. Будем пробовать его подманивать на паноптикс, потому что он убегал от нас. Вот. И, соответственно, ловить будем на спиннинг. Лягушек не брали с собой. Но если что-то получится, вы увидите это видео. Смотрите. Попробуем, что ли? Привстал. Добро. Вот стоит сон. И вот приманочка. Вот она идет. Опа, опа, опа. Вниз пошел. Ты его задел, наверное, нет? Не почувствовал? Испугался, вниз пошел. Вот сон. Ох, какой. Не почувствовал, да? Не, не почувствовал. Подлодка. Просто ничего не делать. Просто ничего не делать. Сука. Блин, он в этом подлодка стоит. Дима, подлодку вот так опусти, там подергай. Не знаю. Подлодка просто стоит. Подлодка. У нас тут огромное количество самовку вылезало. Толян уже даже не хочет, чтобы я в них кидал. Один раз кинул, он не клюнул. Говорит, давай еще одного найдем. Он управляет, управляет. Короче, ну я не знаю, штук 15 точно, наверное, уже было. Два шли. Одного я просто люто пролохобанил. Я подсек в момент, когда он просто стартанул. Ну, я не знаю, это, наверное, одна из начинающих и таких важных ошибок паноптиксмена. Нервы сдали, и я подсек заранее до того, как он клюнул. А второй тоже огромный. Шел, шел, шел за приманкой. И, соответственно, до лодки прям ее довел, но так и не клюнул. Тут я уже выдержал. Вот, сейчас куда-то подсвалил. Ну, за ним надо рулить. Толян на камере. Он еще и в склейку, наверное, попал. Ну, сейчас еще найдем какого-то. Сама, не знаю. Пишите в комментариях, на что поймать сама. Да вот он, вот он. Вот я. Видишь? Да, 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 да. Вот он идет. Здесь иногда его лучше видно, иногда хуже. Но, как бы, вот видно. Прям силуэт сама. Вот этот длинный хвост. Видно, как он изгибается. Видно, как за приманкой разворачивается. Видно, прям, ну, четко видно. Все. Поджирает какой-то он. Вот, ну, вот он. Вот он. Вот он ходит. Это еще не самый крупный. Далеко не самый крупный. Ну, там и к поверхности подходит. И вниз уходит. И как-то резко стартует, разворачивается, уходит. Как-то там что-то ему не нравится. Короче, ну, какой-то... Мы судака пытались, как бы, ловить. Здесь водоем самовий, а не судачий. Ну, походу, да. Не, ну, таких, да, пелагических судаков что-то особо не присутствует. А вот самов уже, ну, очень много видели. Надо разбираться, как его ловить, что ему предлагать. Ну, можно ли овощи на спинник поймать сейчас? Да можно, а что же нет? Или за лягушками поймать. Под берег. Ну, на квок не реагируйте, кстати. Мы пробовали особо это. Ничего не происходит. Вот это что такое. Это видно... А, восьми метрах. Дядя Толя, дядя Толя. Мы сделали это, пацаны. А сколько мы за ним гоняли? Как бы, я не знаю. Толян бог просто выставления. Ну, я включил определенную старую школу. Я еще говорю, старая школа, что ли? Старая школа. Не, может быть, время, конечно, еще. Дальше. Сейчас уже прямо сумерки. А может, это судак на 12? Там было четко видно, было, что это сон прям. Дядя Толя. Сейчас. Дядя Толя. Ну, давай показывай. Показывай, легко сказать, показывай. Там такой вам, что ли? Такой. Ну, как бы не 2 килограмма по всему виду. А, вообще, да. Вообще, да, 2 килограмма, да? Да, да. Думаю, пацаны бравые. У нас нету, естественно. Ничего, перчатки. Ничего, перчатка, да. Есть? Перчатка у меня есть. Нормально все? Да. Мотор отключу? Да. Все как надо. Черт, блист. У меня есть Петерцовский. Знаю, где лежат. Дать? Главное, чтобы он ротаторный заход. Толе, конечно, поставил. Боец. Ну, взял. Взял как пацан. Квок вот как раз в лодке. Просто наличие. Смотрите, сколько соплей. Он убежал. Нам обещал вернуться. Нормально. Главное, засняли. Вон, смотрите, сопли. Во. Ну, такое, да? Кило три, наверное. Побольше двух. Побольше, наверное. Побольше трешки? Ну, чуть-чуть. Ну, может, четыре. Три, четыре. Фу, нормально. Ну, короче, нам надо купить подсак. Че еще? Да фиг с ним, че, нам он особо не нужен был. Главное, я поклевал. А то бы сейчас все в соплях было. Да, да. Не, ну так, сфоточку. Ну, сфоточку можно было. Ладно, поймаем еще. Были-то явно здоровее. Да, да. Порядок здоровее были. А мы? Ну, давай, сейчас еще время есть. Это шанс еще есть. Давай-давай. Не попал. Разворачивайся и иди. Это водоем не судака, это водоем с сомов. Вон, прямой. Какой-то. Какой-то. Сжалось? Давай-давай. Ну, что сказать. Вот, начало темнеть, и сами пропали. И наша уверенность в поимке сомов еще, как бы, тоже пропала. Но, видимо, куда-то он подсвалил, потому что, ну, отрисовали карту тут, но нашли, как бы, локацию, где он как раз стоит. И здесь, предыдущей ночью, было огромнейшее количество какой-то крупной бели. Вот. А сегодня сюда вот пришли сомы, получается. Но сейчас они вот закончились. Миграции такие лютые. Ну, видимо, он в это место выходит вот именно есть, питаться. Вот. Сегодня мы на ночь-то уже не останемся, но... Сомы исчезли, да. Не знаю, сейчас посмотрим, что будем делать дальше. Либо можно на суночка попробовать и коряшки посмотреть. Ну, либо тут еще полазить немножко. Посмотреть, может быть, они куда-то сдвинулись. Но я думаю, это был такой конкретный глобальный вечерний выход сама. На охоту поесть, покушать. Сколько мы видели, что ли? Я даже боюсь называть эту цифру. Вот. Но где-то примерно с 8, наверное, да? С 8 до 9-9... Сейчас сколько выречите, да? Сейчас 10. Сейчас без 20. У меня даже телефон в соплях. Сейчас без 20. И вот где-то, да, в половину он закончился вообще. Ну, нет его куда-то, он попрятался весь. Где-то полтора часа вот просто лодка находилась в окружении самого. Причем, видели, как он на выходил даже? Да, видели. Даже он с поверхности не несколько сжирал. Ну, и в Panoptics прям видно. Он поднимается на метр. Просто в самой верхней клетке Panoptics уходит. Но, я говорю, то есть несколько раз мы сбивали леской, сбивали приманкой. Прям, дуфу, и он прям попер такой вниз огромный. В общем, надо разбираться теперь, как его поймать. Найти это одно. А вот как заставлять его клевать, не знаю. Ну, планы на следующий раз. Колебалочки взять какие-нибудь, попробовать. Не знаю, может быть. Ну, нет, с воблером тяжело. Чуть мы попробовали кренки. Как-то такая тема мутная. Показалось нам, не знаю. Возможно, мы не допетрили. А вот с колеблом, да, можно попробовать. Я думаю, широкие колебалки. Может быть, его вот колебания будет нравиться. Крупные широкие колебалки. Потому что на резину, ну, особо такой прям... Относительно количества рыбы, поклевок, мизер просто. Надо что-то придумывать. Задел? Да. Вон она, приманочка. А что? Да, я несколько раз задел прям. Ну что, хотели синдрубалку. Пораньше закончить. Ну, видите, не получилось немножечко. Опять зависли там на судаке, на корягах, короче. Нифига. Судак вообще какой-то неберущийся, не получается у нас совсем. Потом вернулись на кусок с этим самым. Вот. А и самы там опять присутствуют. Не в таком количестве, но ходят. Но очень быстро двигаются и прям вообще тяжело попасть. Не было возможности поймать. Поэтому рыбалку завершили, лодку запарковали. На этом все. Едем домой. Немножко надо поспать. И подумают, что делать со нами в следующий раз. Да, да, колебалки. Колебалки надо взять обязательно попробовать. В общем, наверное, в этом месте доминирующий хищник все-таки сом, а не судак. Ну, судя по количеству. Может быть, мы, конечно, с судаком не разобрались. Но с самым тоже не разобрались. Но, по крайней мере, примерно понятно, где он тусуется. И я думаю, что выходит. Сейчас в жару будет выходить. Можно будет попробовать еще поймать. Все, друзья. Всем пока. Вы смотрели программу On The Spin.